Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 24 октября. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. День сегодня интересен на макроэкономические события, в частности, на результаты публикации показателей. Так, помимо Японии, хорошую макроэкономическую статистику предоставила еврозона. Согласно предварительным данным, деловая активность в октябре продемонстрировала рост. Сводный индекс вырос в этом месяце до 53,7 базисного пункта, после фактического прироста в сентябре до 52,6. Экономисты ожидали, что индекс останется на прежнем уровне. Предварительный показатель по деловой активности в производственном секторе вырос до 53,3 пункта, после фактического прироста в сентябре до 52,6. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 52,6 базисного пункта. Деловая активность в секторе услуг, по предварительным данным, выросла в этом месяце до 53,5 пункта, после прироста в сентябре до 52,2. Стоит отметить, что рост деловой активности в регионе в октябре ускорился благодаря сильным показателям Германии. Согласно предварительным данным, показатель деловой активности в производственном секторе страны вырос до 55,1 пункта, после фактического роста до 54,3 пункта. Показатель в сфере услуг поднялся с 50,9 пункта до 54,1 пункта. Сводный индикатор деловой активности в Германии вырос до 55,1 пункта, после прироста в сентябре до 52,8 базисного пункта. Эксперты отмечают, что показатели по экономике еврозоны указывают на значительное укрепление в дальнейшем. Однако трейдерам пока сложно поверить в эти прогнозы, и они предпочитают не торопиться с покупкой единой европейской валюты. Популярная на рынке Форекс пара евро-американский доллар, как и прогнозировали аналитики, на прошлой неделе продолжала свое снижение, после слов президента ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор не берет на себя ответственность за дальнейшую судьбу программы количественного смягчения в 2017 году. Сегодня пара демонстрирует слабый рост и торгуется на уровне 1,0885. Валютные стратеги не торопятся прогнозировать невероятный рост евро против американского доллара, так как на рынке все же отдают предпочтение господствующей мировой валюте. Это происходит на фоне ожиданий как макроэкономических событий в США, так и политических. Еврозона же, наоборот, не гарантирует каких-либо серьезных событий, которые положительно повлияют на экономику региона. Единственное событие – это выход Великобритании из состава Евросоюза, который еще больше может нанести вред экономике еврозоны. Это были новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok